Всем привет! Я Илья Зверев из проекта OpenStreetMap. Здесь уже упоминали про Википедию, про прочие большие источники открытых данных. OpenStreetMap он тоже большой источник, и я решил, что нужно заполнить этот промежуток. Что такое вообще OpenStreetMap? Здесь кто-нибудь это знает? Это неожиданно мало человек. В прошлый раз, когда я рассказывал про OpenStreetMap, все подняли. Ну, неважно. Это, если коротко, это карта. То есть примерно как Яндекс карты, там Google карты, ну, знаете, открываете в интернете сайт, а там показывают карту. Но это только поверхностно, внутри это значительно больше. Чаще всего проект OpenStreetMap описывают как Википедия для карт. То есть отличие от всех остальных карт в том, что если чего-то не хватает, нету вашего дома, допустим, или нету магазинов, в которые вы каждый день ходите, вы не возмущаетесь, там не пишете в спортлото, а просто нажимаете кнопочку «править» и добавляете то, чего не хватает. И это тут же, в течение пары минут, появляется у всех на карте. Проект был начат примерно 11 лет назад. Человеком из Лондона, который мыслил как очень масштабно. То есть ему не нравилось то, что нельзя легально пользоваться картами, ну, как английской, там, раскартографии, вот, и прочими коммерческими источниками. То есть просто вот, если хочется сделать какую-то аналитику, данные брать неоткуда. Если хочется распечатать плакаты, продавать ее на метро, там нет вариантов. Вот, и он подумал, а что если нам с друзьями просто взять, собраться и нарисовать в свободное время карту мира. Вот, в то время это звучало как-то слишком амбициозно непонятно, как такое вообще может сработать. Вот, но спустя 10 лет, 11 уже лет, карта стала одной из лучших в мире вообще и единственным источником открытых данных, картографических. Вот, и их видение уже становится, как бы, понятно. То есть примерно как и Википедия. Поначалу никто не понимал, как набор статей, которые может реактировать каждый, может вылиться во что-то более-менее, ну, читаемое и достоверное. Но вот как-то так оказалось. Так. Значит, OpenStreetMap это прежде всего открытые данные. То есть у этого проекта, в отличие от большинства остальных, есть сайт, на котором можно нажать кнопку скачать все данные, что есть. И вы получите один большой 50-гигабайт на XML файл, который вы потом будете как-то обрабатывать. Ну, понятно, что где есть открытые данные, там есть сообщества, люди, которые интересуются делом, там есть инструменты, причем тоже открытые. То есть с момента, когда, ну, за эти 11 лет эту карту появилось много инструментов, с которыми можно сделать все, что угодно. Можно нарисовать эту карту в куче разных стилей. В стиле Яндекса, пожалуйста, там, или Гугли, можно подсветить там важные дороги, можно сделать выгрузку своего региона и, ну, там, отметить, что интересно, там, дома с адресами, например. Вот. Можно прокладывать маршруты автомобильные, пешеходные, паромами. Вот. Можно делать геокодирование, то есть поиск координат по адресу и наоборот. Вот. Причем не так, как в Гугле и Яндексе, что есть единый API, вы им пользуетесь. Если там больше 15 тысяч запросов, то вы платите еще денежку. Вот. А в OpenStreetMap полтора десятка разных инструментов геокодирования. Любой из них можно скачать, установить локально, никому не платите. Геокодировать миллионы данных совершенно за бесплатно. Вот. Так, про отображение уже сказал. Ну, и, собственно, любая другая обработка, то есть, поскольку, опять же, все данные доступны, можно использовать в геоаналитике. Можно посчитать там, какие доступность, скажем, магазинов из основных микрорайонов. Вот. Считать там, ну, скажем, доступность станции метро, там, делаться аналитик, куда лучше поставить новый филиал сети. Вот. Локально и глобально, то есть, данный OpenStreetMap, там есть все. Можно посчитать там радиусы, расстояние от всех детских садов, там, и узнать там, куда можно ставить ларек с сигаретами, чтобы он был не ближе 300 метров, там, вот. То есть, ну, собственно, да, поскольку есть исходные данные, можно делать все, что угодно. Вот. Я упоминал сообщество, то есть, открытые данные, и особенно проект масштаба OpenStreetMap, он не работает без людей. То есть, кто-то же должен это все наполнять. В отличие от Википедии, где есть организация Викимедиа и какой-то надзор, есть какие-то администраторы, блокировка вандализма, все такое. OpenStreetMap, он по натуре такой анархический проект. То есть, в нем нету никакой иерархии, нету модераторов, нету каких-то администраторов, которые все блокируют, там, какие-то регионы. Вот. Нету центрального органа, который говорит, что вот отныне мы там не рисуем военные части. Вот. Все, конечно, рисуют. Вот. И при этом все работает. Сообщество постоянно растет. Сейчас там что-то около, ну, уже под полмиллиона редакторов во всем мире. Из них около 30 тысяч в России. Да. И очень много. И суть в том, что, как показывает опыт, большинство этих редакторов, они очень заинтересованы в проекте и, в общем, их ничего не останавливает. То есть, был период, когда мы из-за лицензионных вопросов нам нужно было, ну, по сути, уничтожить часть базы. И все очень страдали, там, что как же так, там, мы теряем, там, исторические данные. Вот. Но реально оказалось, что благодаря усилиям сообщества все, что мы потеряли, мы восстановили буквально за пару недель. Вот. И, как бы, это показало, что люди в любом открытом проекте самые главные. Вот. Ну, в общем, про стритмап я, конечно, много о чем могу говорить, но я бы хотел сегодня заострить внимание на немного смежном вопросе. Это вопрос открытых данных. То есть, сегодня было очень много докладов про открытые данные, и что мы открываем то, мы открываем это, но почему-то почти никто не упоминает о самом главном аспекте, чем вообще открытые данные отличаются от всех остальных. Вот. То есть, открытые данные им свойственно то, что у них есть какая-то лицензия на использование. То есть, в отличие от обычных, где вам нужно спрашивать разрешение, там, у органа, который опубликовал, что можно ли воспользоваться, там, вашими данными, чтобы, там, их опубликовать. Вот. В открытых все ваши права уже написаны в отдельном тексте, и вам никого ничего не нужно спрашивать. Вы просто должны соответствовать условиями использования. Вот. И, ну, во-первых, это очень важный аспект, потому что условия использования пишут по-своему. Есть несколько десятков открытых лицензий, которые каждый раз для нового открытого проекта приходится из них выбирать. Вот. И мало кто вообще в этом разбирается. То есть, почему коммерческие компании не спешат использовать открытые данные? Потому что открытые лицензии – это боль. Вот. То есть, ну, если короче... Я, честно говоря, ожидал, что Стас из Википедии много расскажет про лицензии, но сказал, что нет. Вот. Википедия распространяется на условиях лицензии Creative Commons. Или распространялась? А, ну да. Вот. То есть, CC by SA. То есть, нужно указывать, что вы взяли текст из Википедии, нужно распространять под примерно той же лицензией. Вот. В Web Street Map примерно то же самое. То есть, в одно время она распространялась так же, как в Википедии, но потом мы вдруг обнаружили, внимательно читая текст лицензии, что она неприменима к базам данных. Поэтому мы начали муторный процесс изменения нашей лицензии. И вот это, собственно, когда мы потеряли много данных. Вот. И суть в том, что на большие общественные проекты там есть лицензия на использование данных, но еще должно быть какое-то соглашение, как-то условие участия на внесение этих данных в проект. Вот. И там, оказывается, все очень сложно юридически. То есть, суть в том, что любой относительно такой активист открытых данных, да и, в принципе, любой пользователь, должен быть немножечко юристом, чтобы во всем там разбираться. Вот. А что такое юрист? Это человек, который внимательно читает скучные документы. То есть, сколько из вас, скажем, читали полный текст лицензии Creative Commons хоть какой-нибудь? Я читал, а не одной. Ну, я просто работаю в компании Maps.me. Не знаю, знаете, такое замечательное приложение мобильное для карт. Вот. И мы полгода назад открыли его исходный код, а этому предшествовал целый месяц. И следовательская работа вообще по открытым лицензиям, как нам правильно это открывать, как нам правильно писать договор с теми, кто в этом участвует. Вот. Поэтому мы пришлось самому еще прочитать. Вот. Ну, суть в том, что вообще, как бы, многие говорят, что очень полезно читать документы, под которые вы подписываетесь. Так вот, используя открытые данные, вы неявно тоже подписываетесь под условиями использования этих данных. И вы наверняка не будете это читать, никакие условия. Вот. Поэтому... И, конечно, там есть много подводных камней. Вот. То есть, скажем, открытые данные на портале города Москвы, да и, в общем-то, на большинстве порталов открытых данных, они опубликованы под вариантом лицензии Creative Commons Attribution, CC BY. То есть, которая требует, по сути, ничего не требует, кроме упоминания источника данных, что вы взяли с портала города Москвы. Вот. Вроде такое простое требование, ну, действительно, используемые данные. То есть, если вы делаете картинку с визуализацией этих данных, ну, отлично, написали в уголке данные, взяты оттуда-то. А что делать, если эти данные вы хотите импортировать в какой-то другой большой набор данных, который тоже открытый? И вы не можете принудить своих, как бы, пользователей этих своих данных упоминать еще и Департамент диверсионной технологии Москвы. Вот. И, как бы, такие ссылки уже становятся очень сложными для воплощения. То есть, нам пришлось лично договариваться с департаментом, чтобы разряжить использование OpenStreetMap. Вот. И, ладно, департамент еще продвинутый. Если заглянуть на какие-нибудь глубокие порталы открытых данных, типа там какой-нибудь Воронеж, там, вот, то там лицензии нередко оказываются вообще самописные. Вот. А когда текст условий использования пишет не юрист, то там сразу становится тысяча, как бы, дыр, через которые можно либо сделать что угодно, либо они оказываются, на самом деле, запретительными. Вот. То есть, когда-то в новостях было замечательное условие, ну, на некоторой библиотеке разные программисты, которые не серьезно относятся к лицензиям, иногда могут написать, что библиотека использована, может быть, использована для всех целей, но нельзя использовать во имя зла. Вот. И, как бы, это лицензия запретительная, потому что, ну, как вы будете доказывать, что вы используете не для злых целей, а для добрых. Вот. Любой суд, как бы, любой хороший юрист может вам доказать, что вы на самом деле, у вас черные мысли. Вот. Так что, да, этим я хотел сказать, что всегда нужно читать условия участия, и что открытые лицензии, они сложны, и поэтому коммерческие компании не спешат использовать открытые данные. Вот. И в конце еще хотел заметить, что мы знаем, что от Википедии открытый проект, и почему-то это автоматически, это ощущение открытости, оно переносится на другие проекты с названием, со словом Вики в названии. Вот. Нужно помнить, что, как бы, всегда нужно читать все, что внутри. То есть, очень мало сайтов с Вики в названии, на самом деле, являются, ну, содержат открытые данные. То есть, Вики-мапи, который, ну, судя по названию, это открытые карты там, вот, она нифига не открытая. У них там даже нельзя данные никакие скачать. И они, по-моему, АПи закрыли. Вики-роудс, маршруты общественного транспорта, которые собирают пользователи, тоже ничего не открытые, у них данные нельзя скачать. Это коммерческая компания, которая… Вики – это просто, как бы, название технологии, что все могут туда потребить, вот. Но использовать нельзя. Вот. И, на самом деле, полно таких проектов, и всегда нужно, как бы, читать внутрь. Можно вопрос? А скажите, пожалуйста, вот в лицензиях прописывается, что можно, что нельзя. А какие наказания следуют за выход за рамки вот прописанного? Ну, наказание простое. Если не согласны с лицензией, то вы не можете юридически использовать данные. По незнанию, допустим, вот неправильно использовал. Что мне грозит? По самих лицензиях. И это не написано. Ну, суд обяжет, во-первых, убрать то, что вы сделали на основе открытых данных, и, возможно, выпустить какую-то компенсацию. Но вообще зависит от юрисдикции, от страны, от чего угодно. А вам что дало? А кто это дало? Нам это дало пиар. И примерно все. Ну, на хабрин написали вы. Еще такой вопрос. По покрытию полнотивы, по сравнению с Google с Яндексом, с OpenStreetMap 2%, 200%. Так, повторю вопрос. Каков OpenStreetMap по покрытию в сравнении с коммерческими альтернативами, типа Google и Яндекса? Ну, он хорош. Тут проблема в том, что нет адекватного критерия оценки покрытия. Это как спросить, как Википедия сопоставляется с большими энциклопедиями. Ну, и там, и там есть много статей. Вот. А по деталям, понятно, что все пользователи карт оценивают все карты по одному и только одному критерию. Есть там мой дом или нет? Если дом есть, то, значит, карта хорошая. Ну, опять же, OpenStreetMap есть значительный плюс, что можно нажать кнопку правкой и добавить. К сожалению, мало кто это понимает. Вот. И говоря, что как-то так себе. Вот. Ну, база, во-первых, уже хорошая, особенно в местах, которые не интересны коммерческим компаниям, в небольших городах, например. Вот. Плюс сообщество постоянно пашет. То есть иногда встречают, ну, случаются мероприятия, когда все вместе начинают, ну, набегают на один город и начинают срочно улучшать его карту. Вот. Как, допустим, на этой неделе идет такое массовое улучшение карты города Грозный. Потому что мы обнаружили, что это единственный город с населением больше 200 тысяч в России, который недостаточно хорошо нарисован. Вот. То есть за эту неделю там нарисовали, что-то около 17 тысяч домиков, 200 километров пешеходных дорожек, там, тротуаров. И, что удивительно, около 200 километров заборов отрисовали. Потому что в Грозном нечеловечески много заборов. Вот. Это делают участники проекта, у которых есть свободное время. Ну, просто, как я иногда говорю, что рисование OpenStreetMap, особенно вот такое удаленное, когда там просто спутниковые снимки обводишь, оно сродни раскладыванию по сеансу. То есть тоже такое относительно безумное занятие, которое кликаешь, 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 три часа прошло, отлично. Вот. Но при этом оно приносит какую-то пользу и как бы результат остается в общей базе данных и другие могут использовать. Если, конечно, касательно каких-то учительств, ну, например, город Москва, поскольку он покрыт, если только двигатель, я кодирую у нас на рассмотре. Нельзя как-то 50-х годовых фару, ну, посмотреть конкретно адреса. Насколько вероятность того, что он по адресу будет на 1 кем? Ну, с адресами Москве уже достаточно хорошо, особенно после появления открытых данных на портале Москвы. Вот. Ну и плюс мы обнаружили, что OpenStreetMap потрясающе точнее, чем на портале открытых данных. То есть в городах, где есть участники проекта, достаточно активный, типа Москва, Петербург, ну, в общем, все миллионники, наверное, все города больше, там, не знаю, 300 тысяч, вот там, в принципе, все хорошо. Вот. Но опять же, поскольку проект открытый, то мы не можем использовать все данные, что есть. Мы не можем купить атлас в ларьке и адреса из этого атласа перегнать на карту, потому что мы нарушаем авторское право автора атласа. Вот. Поэтому мы очень осторожно подходим к исходным данным, которые мы переносим. Адреса, по сути, можно взять из официального адресного плана, который выдают в администрации города. Либо собственное наблюдение. То есть в небольших городах люди выходят на улицу просто и собирают все адреса и помещают на карту. Апи для массовой заливки есть, да? Да. Апи для всех один. Он работает для массовой заливки и для одного адреса. Вы проверяете? Нет, мы проверяем, конечно. То есть обычно очень хорошо видно, как адреса, скажем, из Яндекса переписаны. Потому что сразу куча ошибок. Адресов, которых нет в Яндексе, нет на карте. То есть это все очень хорошо обычно видно. Так, ну, мне кажется, я уже очень… когда нарушители доходили до суда вот по OpenStreet. Проблема с открытым инцидием в том, что очень мало судебных прецедентов. Так же, как, скажем, Яндекс.Карта, OpenStreetMap никого не судил. И OpenStreetMap пока никто не заслуживал. То есть проблемы с данными внутри OpenStreetMap мы решаем в досудебном порядке. Если кто-то приходит и говорит, что наши данные вот у вас, мы просто берем, удаляем их. Это не проблема. Вот. А в юрисдикце еще можно здесь не допустим, если допустим, если допустим с позиции Минтекс рассматривать, то есть я, например, хочу в своем приложении, там, коммерческом, раз, использовать данные OpenStreetMap. в этих данных обнаружится, что там источник информации, допустим, там, подпадает под лицензию. Ну, в этом случае к моему бизнес-приложению будут какие-то санкции применены. Бизнес-приложение бывает двух типов. Которые внутренние, внутри компании, которые не смотрят в интернет, и внешние. Ну, внешние на продажу. То есть деньги заработают. Для мира их можно делать вообще все, что угодно. Для тех, что на продажу, ну, а как, каким образом вы нарушите условия? Ну, допустим, в OpenStreetMap находятся данные, которые подпадают под лицензию, OpenStreetMap закрывают, значит, мое бизнес-приложение, оно перестает, ну, или на мое бизнес-приложение будут подавать в суд, там, на меня в суд подавать, и в юрисдикции чего, да? Да, ну, во-первых, OpenStreetMap не будет подавать в суд, он, прежде всего, напишет нам письмо, он скажет, что вот у вас там не указана, не соблюдается лицензия, поправьте то-то. Вот, и обычно на этом все оканчивается. Но OpenStreetMap не будет подавать, хорошо. Я имею в виду, находится источник, не знаю, беру я Atlas, Atlas перегоняю в OpenStreetMap. А потом вы делаете коммерческое приложение на основе этого? Да. Ну, тогда автор Атласа может подать на вас в суд. Вот, но всегда есть досудебное регулирование, просто можете сообщить OpenStreetMap об этом и дальше обновить свои данные. То есть, суть обастритмапа, что они не высечены в камне, они всегда изменяются. И если там что-то, какие-то плохие данные, их можно всегда выпилить и обновить данные в основных источниках. То есть, договариваться, да? Да, конечно, все нужно договориться. Как это позволяет, например, сверить геокодирование OpenStreetMap с геокодированием в Google и Яндекс? Повторю вопрос. Можно ли сравнить геокодирование OpenStreetMap с геокодированием в Google и Яндексе? Как я уже сказал, в OpenStreetMap очень много разных алгоритмов геокодирования. Есть глобальные, несколько номинатием, фотон там. Есть локальные, только специфичные для России. Там, кажется, три поисковых движка. Каждый из них где-то лучше, где-то хуже. Скажем, движки для России могут быть лучше, чем что в Яндексе. И, разумеется, каждый можно сравнить с Яндексом. Просто вызов на одних и тех же координатах Яндекс. И.С. Яндексом просто не пользуюсь, потому что зачем, когда есть обострение.